Добрый день! Касамшумар Токаев и Эмамали Рахмон посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд. Лучшие фермеры Таджикистана представили выращенные ими овощи, фрукты и бахчевые. Помимо этого, лидерам продемонстрировали национальные блюда, только плова несколько разновидностей. Колорит Восточного базара ощутила Айгуля Монтаева. Добро пожаловать здесь говорят чаще, чем до свидания. Гость у таджиков издревле божий посланник. Богатый до стархана в центре символ достатка фруктов и ягоды. Для дорогого гостя целый сладкий сад. Свисающие ароматные грозди винограда настраивали на дружбу. По эмоциям лидеров тоже было понятно. Отношения между странами крепкие и теплые. Прогуливаясь мимо арбузных башен Касмжумар Тукаев и Эмумали Рахмон, что-то с интересом обсуждали. Свежие овощи, орехи, сухофрукты, повсюду огромные пирамиды из арбузов и дынь. Интересный факт, чтобы собрать вот такую экспозицию, нужно как минимум 500 ягод. Все плоды должны быть одинаковой красивой формы. И арбузы, внимание, ювелирная работа, нужно расположить так, чтобы они устремились вверх, прямо к солнцу. Гостеприимство Республики Таджикистан, принять тепло и красиво, чтобы было интересно, не скучно. Скучать таджикской стороне точно не пришлось. Ягодные виноградные пирамиды, узоры из орехов и кураги собрали за ночь. Ручной труд у таджиков в приоритете. Пасечник по имени икром заботливо протирает полки с медом. Его тоже добыть непросто. Высоко в горах и под палящим солнцем. Сколько здесь видов меда? Здесь вот 4 или 5 видов меда там. Какой? Перечислить? Ну, это все это меды почти горные меды. Горные меды сейчас. Вот только хлопковый мед один. Каждому овощу и фрукты здесь особый почет. В честь даров земли есть даже специальные праздники. К примеру, через два дня таджики будут отмечать день арбуза, дыни и тыквы. Мы каждый год отмечаем разные праздники. Например, праздник винограда, например, плодовых культур. Вот 25-го мы отмечаем праздник Дыня, арбуза и тыквы. Днем в некоторых регионах достигает до 40 градусов. Ну, 35-40. А вечером мы окружены горами. Он резко падает. И он достигает до 18-20 градусов. Это большая ампулатура. Исходя из этого образуется очень много сахара внутри наших плодов. И поэтому они вкусно получаются. Знакомые нашему казахстанскому глазу консерванты. Тут и соленые огурцы, помидоры, компот, домашний лимонад. Однако можно встретить и отличия. Если мы из абрикосов привычно варим варенье, делаем компот, здесь еще их и солят. Дружбу легче укреплять через культуру. Жители и гости Астаны уже не раз окунались в атмосферу настоящего восточного базара. Пробовали знаменитые таджикские абрикосы и ароматные сладости. Перекрестные дни культуры в виде ярмарок с пышным восточным колоритом решили проводить чаще. Айгуля Монтаева, Алибек Алиев, Бахатпек Нуртаев. При содействии телерадиокомплекса президента Таджикистан Тушамбе 24КЗ. За полгода корпорация «Казахмыс» закупила у предпринимателей области Улытау товаров, работы и услуг более чем на 92,5 миллиарда тенге. Также с местными предприятиями заключены автейк-контракты почти на 29 миллиардов тенге. Об этом руководство корпорации доложило премьер-министру Олжасу Бектенову в ходе его рабочей поездки в регион. По уровню развития промышленности, благодаря 7-процентному росту, сегодня область занимает четвертое место в стране. Руководитель Кабмина поручил не снижать темпов и акцентировал внимание на имеющихся резервах для дальнейшего роста. Олжас Бектенов ознакомился с потенциалом региона и посетил Желандинский рудник. Он также поздравил работников отрасли с приближающимся профессиональным праздником – Днем шахтера и вручил им государственные награды от имени президента. Глава государства в послании народу Казахстана отметил важность развития горно-металлургического комплекса страны. В числе приоритетных задач обозначено стимулирование частных предприятий на инвестирование в геологоразведку. Здесь важно отметить имеющиеся резервы для дальнейшего роста. При этом мы видим, что в глобальной экономике происходят фундаментальные сдвиги, набирает обороты технологическая гонка, обостряется конкуренция за ресурсы. Поэтому нам необходимо приложить все усилия для увеличения запасов сырья для наших обрабатывающих производств. 16 ведущих специалистов горно-добывающей отрасли получили сегодня ордена Ембек Данка 2-й и 3-й степени и медали Ерен Ембегышин. Гостей мероприятия с профессиональным праздником поздравил вице-министр промышленности и строительства Улжаса Парбеков. Он поблагодарил шахтеров за преданность делу и отметил, что люди труда являются символом высокого профессионализма и самоотверженности. Отмечу горно-добывающая отрасль сегодня занимает больше 8% от ВВП страны. Ежегодно в Казахстане добывают более 110 миллионов тонн угля, около 150 миллионов тонн медной и свыше 40 миллионов тонн золотосодержащей руды, больше 4 миллионов тонн боксита. После таких наград работается легче, намного лучше. Ты становишься примером для молодого поколения. Работа для меня все. Это обеспечение моей семьи, это радость моих внуков, детей. Ну, соответственно, процветание города и Казахстана. В общем, всех работников угольной промышленности хочу поздравить с Днем Шахтера. Пожелать всего хорошего, счастья, удачи во всем. И чтобы работали, конечно, без нарушений. Почти две с половиной тысячи казахстанцев, которые отслужили в армии, получили гранты в ведущие вузы страны. Больше тысячи из них уже в сентябре начнут учиться. Чаще всего молодые люди выбирают технические и гуманитарные специальности. Какие еще льготы предоставляют военнослужащим, расскажут мои коллеги. Адлет Дайраш уже второй год обучается в столичном вузе по специальности теплоэнергетика. Он одним из первых стал участником проекта Министерства обороны и после службы в армии поступил на грант в университет. Говорит, ранее пытался несколько раз, но на грант не проходил. Вернулся из армии прошлой весной. Не думал, что получу заветный грант. Позже проверил и действительно, я поступил. Со мной приехали 33 солдата, и из них около 10 получили гранты. Теперь у меня есть и военный билет, и образование получаю. Думаю, я все успел. Ежегодно в стране выделяют 3000 грантов молодым людям, исполнившим долг перед Родиной. Министерство обороны заключило соглашение с ведущими вузами страны. У каждого военнослужащего есть возможность в течение двух лет поступить в университет. То есть те, кто только вернулся домой, могут сдать экзамены и в следующем году. Однако те, кто выбирает военные институты, должны поступать сразу, как получат сертификат. К жизни по уставу готовится больше 200 человек. Я служил в войсковой части в Ушарале, получил образовательный грант и поступил в нужный мне военный вуз. С детства мечтал стать офицером. Теперь я ближе на шаг к своей мечте. Министерство обороны заключило соглашение с 82 вузами страны. По итогам прошлого года наиболее востребованы университеты северных регионов. В прошлом году около тысячи бойцов воспользовались сертификатом и поступили в вузы. Они показывают хорошие результаты, не пропускают занятия с заинтересованными. Мы получаем протоколы от университетов, где отображаются все сведения о наших студентах. Студенты учатся бесплатно, но стипендию не получают. Вопрос с проживанием также приходится пока решать самостоятельно. Но за следующего года поступивших на грант будут обеспечивать жильем и выплатами. Президент уже подписал нужный документ. Продолжение следует...